О главных событиях, которые произошли к этому часу. Макеевка в огне, снаряды вооруженных сил Украины, пылающие дома и разрушенные строения. Спасатели нашли 32 выживших на месте взрыва в китайском Тяньцзине. Во Львовской области разыскивают 11 тысяч укуанистов и дезертиров. Ситуация в Донбассе резко ухудшается. Агрессивные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины становятся более интенсивными. В огне украинской артиллерии в ночь с 13 на 14 августа оказался не только поселок Октябрьский и территория Донецкого аэропорта, но и Червоногвардейский район города Макеевка. Основные разрушения здесь были зафиксированы в многоквартирных домах по улицам Чугаева, Черняховского, Давыденко. Пожар уничтожил более 50% частного дома по улице Пугачева. Информация о погибших и раненых уточняется. Более подробная информация в сюжете Оксаны Волчонок и Алины Черняевой. Ликвидируя последствия взрыва на складе в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая спасатели обнаружили 32 выживших. Один из найденных – 19-летний пожарный, который пропал после мощного взрыва в ночь на 13 августа. Напоминаем, поздно вечером 12 августа в Тяньцзине прогремели несколько мощных взрывов. Сдетонировали контейнеры на складе хранения опасных веществ в Жуйхай. Как сообщили очевидцы, взрывной волной выбилось стекла в радиусе двух километров и были повреждены более тысячи автомобилей. В результате взрывов погибли не менее 50 человек. 701 госпитализирован с различными травмами. 71 человек находится в критическом состоянии. В Львовской области Украины находится в розыске 11 тысяч человек, подозреваемые в уклонении от военной службы и дезертирстве. По данным пресс-службы областной прокуратуры, шестой план волны мобилизации выполнен всего лишь на 47%. Прокурор области Николай Федок заявил, что органы внутренних дел должны предпринять дополнительные меры для установления нахождения подозреваемых и привлечения их к уголовной ответственности, говорится в сообщении ведомства. В ходе шестой волны мобилизации в 367 населенных пунктах не был мобилизован ни один человек. В связи с этим правоохранительные органы открыли 14 уголовных производств в отношении председателей сельских советов за совершение преступлений по статье «Препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины». Еще два аналогичных уголовных производства начаты в отношении руководителей предприятий, которые не допустили на свою территорию представителей военкомата. Каждый раз призывные мероприятия в Украине сталкиваются с многочисленными отказами молодых людей служить в армии. Уклонение от службы, в том числе бегство за границу, стало массовым явлением. Редактор субтитров А.Семкин